Жизнь полна удивительных вещей, и твоя задача стать частью их. Я Алекс Райт, и это моя история. Видео о мотивации и как добиться желаемого. Просто сделай это, хватит уже себя жалеть, просто поставь себе цель и сделай это. Сделай, просто достигни желаемого. Ну вообще ладно, шучу. Всем привет, это Алекс Райт, с вами сегодня это видео о мотивации, о том как добиться желаемого. Таких небольших 4 шага от меня, как добиться того, чего вы желаете, как добиться каких-то результатов. Мотивационное такое видео, просто 4 таких шага, которыми пользуюсь лично я, и которые помогают мне добиваться моих успехов. Итак, шаг первый. Во-первых, просто поставьте себе цель, ярко выражайте и представляйте ее, чего вы хотите добиться. Будь то идеальная фигура, заработок какой-то, изучение языков, любая цель, неважно. Но у вас должна быть яркая, четкая цель. Допустим, к сентябрю месяца я хочу весить 47 килограмм. И к сентябрю месяца я должна заработать 1000 долларов. Вы должны ярко представлять себе цель, и она должна быть достижимой. То есть не ставьте себе цели, которые вы не можете достичь. Это вообще, по-моему, абсурд. То есть ставьте себе такие голы, которые для вас достижимы. То есть которые соответствуют вашим силам и возможностям. Не ставьте таких целей, что вот через месяц у меня будет миллион долларов, потому что нет, такого не будет. После того, как вы поставили себе цель, шаг второй, это сделайте себе дедлайн. Что такое дедлайн? На английском, с английского как бы терминологии менталитета, это переводится как мертвая линия. То есть срок окончен. Вот день сдачи, когда все заканчивается. Допустим, вот у меня 1 сентября я буду меньше 50 килограмм. Я так и сделаю. То есть если я этого хочу, вот у меня цель, любым способом, вот 1 сентября меньше 50 килограмм. Все. То есть так оно должно и быть. И если вы считаете, дальше уже рассчитывайте по своему дедлайну. То есть планируйте. Это шаг третий. Планирование. Как все-таки все распланировать? Возьмите просто листочек и ручку, напишите вашу цель, напишите дни, начертите календарь, как хотите, по расписанию. Делайте дневники питания, если вы стараетесь похудеть. Делайте анализы, всякие таблицы ваших заработков, если вы зарабатываете деньги. Но просто планируйте. Допустим, если я хочу сбросить 4 килограмма к сентябрю, то есть мне нужно терять минимум по 200 грамм каждый день. Это вполне достижимая цель, если вы стараетесь похудеть и тому подобное. Это относится ко чему угодно. Просто ставьте себе цель, делайте дедлайн и дальше согласно дедлайну планируете, как вы будете добиваться этой цели. И если вы где-то согрешили, вы сделали ошибку, знайте, что в следующий раз вам просто придется в 2 раза больше пахать и работать, чтобы заморить свои грехи, как-то реабилитироваться на этом фоне или что-то тому подобное. Если вы что-то делаете не так, будьте готовы к тому, что потом вы будете работать еще сильнее, чтобы эту ошибку исправить. И, конечно же, шаг четвертый. Просто делайте то, что вы себе сказали. Если ты сказал это, ты должен это сделать. Нету никаких отговорок, есть только ты и твоя цель. Чтобы потом тебя било угрызение совести в том, что вот, я уже 4 раз так говорила, и все равно это не работало. Поэтому просто, если вы что-то сказали, отвечайте за свои слова, потому что вы это делаете для себя, не для кого-то другого. Вы худеете для себя, не для парней. Вы зарабатываете деньги для себя. Ну, может, вы хотите кому-то делать подарки или что-то подобное, но все равно в прежнюю очередь нужно вам, а не кому-то другому. То есть вы это поймите, что все ваши цели, это не для кого-то. Это чисто для вас, для вашего развития, улучшения и саморсовершенствования. You say it, you do it. Как говорится, то есть ты это сказал, ты это сделал. То есть сказал, как отрезал. Поэтому так и должно быть. Я рассказала вам 4 своих шага постепенных. Теперь расскажу, собственно, о моей цели, что я хочу сделать. В первую очередь, моя цель это фигура. То есть уже остался один месяц лета, начинается учеба. И к новому учебному году и поездке в Америку мне нужно похудеть, чтобы предотвратить такого, что в Америку я приехала и еще наелась. Как я уже, если кто-то читал мой инстаграм, мой инстаграм, кстати говоря, AlexRite, такой же, как у меня ютуб в логине, поэтому я вас жду там. Как я написала на инстаграм, я начала снова правильно питаться. То есть раньше я просто заменяла сладкое, ну как бы сладким, более правильным вариантом. Но тем не менее, я очень редко ела салаты этим летом. Редко ела всякое мясо. Мясо я вообще почти не ем, потому что здесь такая жара, что мясо для меня это вообще что-то нереальное. Но теперь я решила, что на обед у меня всегда будут салаты, на ужин у меня будет мясо, и все будет порционно, гармонировано, молочка, белок, то есть сладкого по минимуму вообще, жиров по минимуму также. Просто идеальная, правильная еда. И у меня такая цель, как бы я хочу в США поехать меньше 48 килограмм точно, может 48. Потому что согласно моему весу, то есть я сейчас 50, и я не вижу себя какой-то анорексичкой, у меня нету пресса. У меня также есть мои ляжки, на которые я сейчас смотрю. Но тем не менее, не то что я ухожу в какую-то анорексию, мне просто хочется видеть, хочется проэкспериментировать и посмотреть, как это выглядит. Вдруг это будет очень классно, аппетитно, у меня будет такой пресс, у меня не будет вот этого маленького животика, свисающего снизу и тому подобное. Также у меня есть цель заработать определенную сумму денег. Я не знаю, каким способом пока, но я планирую найти работу в США. Может быть, я буду работать в колледже, может быть, я найду какую-нибудь компанию, где я смогу работать, посмотрим. Но хочется все-таки какой-то дополнительный заработок, потому что уже хочется как-то отдаляться от семьи, быть более финансово независимой. То есть наступает когда-то в жизни такой возраст, когда уже просто стыдно просить деньги у родителей, я думаю, на свои какие-то хотелки. Другая цель, которая у меня есть, это, наверное, просто как-то преуспеть в жизни, понимаете. В ближайшее время, то есть я поступаю на первый курс института в данный момент, мне 16 лет, для меня это уже большой прорыв. Но, тем не менее, я должна еще два года очень сильно пахать, чтобы потом перевести в другой институт. Учеба все-таки на первом месте. У меня также есть много больших планов, я хочу сдать на права, возможно, хочу научиться водить машину. Но, тем не менее, этого нужно как-то добиваться самостоятельно, а не через связи, не через знакомых. То есть я понимаю, что, конечно, легче, но все-таки наслаждения больше, когда ты чего-то добился сам. Когда ты сам купил себе что-то, то, что ты долго хотел, когда сам заработал на что-то, когда сам похудел, я не знаю, кому как, у кого какие цели. И в первую очередь, конечно, если вы чего-то хотите, вы определенно можете этого добиться. Есть такая фраза, я ее как-то писала. Люди сами ставят себе барьеры и вообще мысли материзуются. То есть так, как ты это желаешь, если ты этого действительно хочешь, если это все, что тебе нужно в жизни, ты по-любому этого добьешься. И никто не может тебя остановить. Спасибо огромное за просмотр, это было мое такое мотивирующее видео, такое серьезное, напряженное для меня, по крайней мере. Надеюсь, вам оно было интересным, полезным. Если вам нравятся такие мини-мотивашки от меня, пожалуйста, ставьте лайк, пишите внизу комментарии. Мне интересно будет почитать, что вы думаете на этот счет, просто такое небольшое видео. И также мы с братом будем делать видео скоро, кто из вас. Поэтому вы можете писать любые вопросы, то есть кто из вас больше читает, кто из вас любит танцевать больше, кто из вас больше ест и тому подобное. Какие вы хотите, оставляйте комментарии и также можете найти в обсуждениях в моей официальной группе. Там тоже все это есть и мы просто скоро сделаем для вас такое видео. Еще раз, забивайте свои цели и не ставьте себе барьеров. Вы самые лучшие, самые замечательные. Я Алекс Райд и я люблю вас.